Давненько у нас таких новостей не бывало. И когда такое происходит, то я... Короче, если бы это произошло где-нибудь в Америке, то это бы считалось вполне привычным делом. Но это произошло в Казахстане. И изголодавшиеся по абсурдным ситуациям казахстанские СМИ быстро подхватили эту тему. Нет бы написать про талантливого мальчика, который снимает классные видео. Нет всем интересные голые бабы, бегающие по улицам Шимкента. Да, собственно, сама новость. В Шимкенте голая девушка устроила танцы на дороге. Как всё просто. Разденься, я тебе напишу. О, я знаю много таких наших звёзд. Блин, мне чё, тоже раздеться? Напишите уже про мою передачу. Ладно, сейчас не про меня. Девчонка молодец, стряхнула Шимкент. Я сначала подумал, что она разделась полностью. Но слава текстилю, нижняя бьёна не осталась. В общем, не бойтесь, паяньки вы наши. Полиция её задержала. А потом ещё и выяснилось, что она даже на учёте в психдиспансере не состоит. Родственники и сама девушка не изъявили желание проводить обследование психического состояния девушки. Ну, значит, всё нормально. Значит, это её нормальное поведение. Значит, в её семье это считается нормальным. Она всего до 96 года рождения. Видимо, она росла под сильным впечатлением и брала от кого-то пример. Интересно, от кого? Я уверен, в Казахстане это не первый случай. Но это один из первых, которые так осветили СМИ. Блин, да она, может, одежду потеряла. И ходила, искала, пританцовывая при этом. И все её неправильно поняли. Но ещё мне кажется, что это может быть какой-нибудь знак протеста. Может быть, она таким образом бастовала. Шимкенте дорогая одежда. И нет никаких скидок. Тогда я объявляю вам за бастовкой и буду ходить без одежды. Ну или, может быть, она просто кому-то проспорила. Вот и весь шум. Ну, короче, не спорьте и ведите себя адекватно. А от девушки отстаньте. У неё и так сейчас много проблем. Представьте себя на её месте. Чё, серьёзно, представили? В общем, я надеюсь, вы отнесётесь к пониманию. Ну, а я пошёл привлекать внимание наших СМИ. Сколько можно уже, а? Как я уже делаю передачи? Сейчас я... Спасибо за внимание. А вот тут и сказки.